Добрый день, Серёжа. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Итак, очередной выпуск радиоблога. Прежде всего хочу сказать вот о чём. Вы уже знаете, я не раз говорил о том, что Континент Медиагрупп, которой я руковожу, открыла ТВ-клуб Континент. Это такой подкаст на Ютубе. И там я тоже записываю очень интересных собеседников. И потом эти ролики выставляются для общего просмотра, прослушивания, комментариев и так далее. Так вот, могу вам совершенно точно сказать, что почти каждый, если не второй, а даже первый ролик вызывает у руководителей, я не знаю, руководителей или у служителей этой соцсети определённые претензии. Почему? Потому что, как правило, мы говорим о вещах, которые волнуют людей, говорим то, что думаем, не подбирая особо слов и выражений. Может, это нехорошо. Но, тем не менее, получается следующее, что ряд наших записей, они помечены. Помечены таким образом, что если кто-то будет думать, что какая-то, в том числе и материальная поддержка таким роликом происходит, то нет, не происходит. Если ролик помечен, то, соответственно, мы лишаемся даже той минимальной поддержки, на которую могли бы претендовать. К чему я это говорю? К тому, что если вы, наши слушатели, не будете поддерживать в том числе и ТВ-клуб «Континент», естественно, народную волну, где мы сейчас находимся, то нам будет очень сложно работать для вас. Подумайте об этом. Ну, а сегодня у меня собеседник, с которым мы как раз в ТВ-клубе уже встречались. И не только в ТВ-клубе, но и в наших интернет-изданиях, а именно интернет-газете «Континент», где недавно, наверное, чуть более месяца, вышла статья. Статья называлась «Попытка захвата Принстонского университета левыми радикалами». Написал ее мой сегодняшний собеседник Дмитрий Гаранин. Это физик, что очень существенно отметить, и поэт. То есть он известен и как ученый, и как человек, который пишет стихи, и замечу хорошие стихи, потому что поэтами называют себя многие. Стихи хорошие пишут немногие. Поверьте уж мне на слово. Так вот, работает он в Нью-Йоркском Лэмон-Калледже. Это Нью-Йоркский колледж. Находится он в городе Большого Яблока. Преподает физику, ну а в свободное от преподавания времени пишет вот эти стихи. И не только стихи, потому что о Принстонском университете он написал как человек, который глубоко и хорошо знает проблемы образовательные. Он работает там с 2005 года. Так вот, я бы хотел, во-первых, поприветствовать вас, Дмитрий. Здравствуйте, Игорь. Большое спасибо за приглашение выступить на Народной волне Чикаго. Вот, большое пожалуйста. И что бы я хотел попросить вас. Давайте мы вернемся к тому материалу, потому что, несмотря на действительно очень большое количество откликов, ну, одних только так называемых лайков в Ютубе было более трех тысяч, которые стоят у нас на сайте. То есть, ну, поверьте, не каждый читающий это делает, поэтому аудитория у материала была большая, но все-таки я полагаю, что кто-то мог пройти мимо, а там были затронуты интересные вещи, а потом мы, оттолкнувшись от этой статьи, уже перейдем к тому, что же происходит дальше со всем этим. Так, Игорь, ну, я должен проявить определенную осторожность. Моя публикация просто это изложение письма левой профессуры в адрес администрации Принстонского университета, имеющий такой ультимативный характер, я бы сказал. И, ну, какая моя заслуга, что я все это прочел, это огромный документ, и перевел на русский, с моим предисловием, перевел на русский основные пункты этого письма. Их очень много, но вот основные я перевел, и даже я заметил, что аналитик Андрей Илларионов включил это, мой перевод дословно, в свою большую статью о положении в Америке. А почему я хочу проявить осторожность? Вот вы говорите 3000 лайков на сайте Континент-Юсэй. Конечно, остается такая возможность, что это читали левые, и им понравилось письмо, где левые требуют каких-то эксклюзивных там прав насадить свои комитеты вот в этот университет, которые будут контролировать, как хорошо администрации борются с расизмом, как они выявляют скрытых расистов, вот. И что они должны получать за эту деятельность деньги с грантов, вот, и освобождение преподавательской деятельности, потому что это важно. Так что, ну, я надеюсь, что все-таки здравомыслящая публика дала лайки, но есть такая возможность, что это левое, я не знаю. Ну, неужели это в данном случае столь важно? Важен, наверное, тот момент, что статья, в общем-то, обратила на себя внимание. И, кстати говоря, не каждый перевод, не каждого материала заслуживает этого внимания. Это раз. А во-вторых, мне показалось еще очень ценным те комментарии, которые были сделаны. Почему? Потому что в чистую перевести это, это перевести, это пересказать, это дать тем, кто, может, не заметил это на английском, либо не в состоянии этого прочесть сам, ознакомиться с очень важным документом. Тем более симптоматика здесь такая. Это Принстонский университет. Это один из ведущих университетов не только Америки, мира. Это мы знаем. И если там происходит подобного рода событие, а мы уже много говорим об образовании, и вот сейчас, возможно, интересно, в какой-то степени мы, может, повторим, о чем уже с вами говорили, но вы из опыта собственной работы колледжа тоже можете кое-что рассказать, как происходит сегодня процесс обучения. Тем более вы преподаете вполне прикладную науку, а вы знаете прекрасно, что происходит на гуманитарных факультетах. Ну, я бы сказал все-таки, что у меня тут недостаточная компетенция, чтобы говорить об этом из личного опыта, потому что в нашем, вот Лиман Калич, который является частью City University в Нью-Йорке, пока незаметно никаких этих вот левых движений. Дело в том, что у нас, значит, плата за обучение ниже, и у нас очень много иммигрантов, всевозможные меньшинства из разных стран. Вот, черные студенты – это в основном африканцы, я не помню ни одного вот афроамерикан, поэтому у нас несколько вот особая ситуация. Гуманитарная, ну, с ними я не общаюсь, не имею дела, а те, которые изучают физику, это в основном те, которые хотят получить какую-то профессию нормальную, типа, скажем, вот, медицинскую профессию, очень много примедицинских студентов. Они настроены прагматично, они не политизированы. Вот, так что у нас все спокойно, и ни одного e-mail не пришло от руководства такого типа, что встаньте на одно колено, сделайте селфи, пришлите, вот как у евреев Калифорния, я знаю, есть инициатива. У нас ничего такого нет. Вот, и насчет послабления черным студентам тоже нет. Хотя в другом вот колледже, который тоже относится к Юни, значит, вот нашего Сит-Университета в Нью-Йорк, у него, так сказать, колледжи в разных местах. Вот наш в Бронксе находится, два в Манхэттене, нет, три, кажется, в Манхэттене, да, три в Манхэттене, и один из Бруклин колледж. Так вот, там директор этого, значит, президент этого колледжа, женщина встречалась с Биллом де Блазио, и она призвала к тому, чтобы давать послабление черным студентам в оценке их учебы. И кто-то из профессоров это назвал метко affirmative grading. Понимаете? То есть это уже идет дальше, чем affirmative action. Вот, у нас ничего такого нет, слава богу. Но цыплят по осени считают, как говорится, сейчас вообще лето, толком ничего не происходит в плане учебы, все покажет осенний семестр. И, может быть, вот эти инициативы с affirmative grading, это просто какая-то реакция на вот эту революционную волну, которая сейчас идет, связанная с инстинктом самосохранения вот этих университетов. Может быть, это уляжется. Вот. Но у меня, значит, конечно, это абсурд. Вот этот affirmative grading, это абсурд, это подорвет просто, ну, как бы, ценность. Я бы вас попросил все-таки раскрыть, что это, потому что для многих это может быть не очень понятно, о чем идет речь. Да, речь идет о том, чтобы на расовой основе по-другому оценивать работу, то есть давать там больше баллов черным студентам, да, и за то же самое, то есть вот за за то же самое давать черным больше баллов, чем белым. Ну, а что делать с другими расами, как вот Hispanics, например, вот, или арабы, что с ними делать, непонятно. Вот. И отмена экзаменов, об этом речь шла, вот, в разговоре президента Бруклин-Калич и Билла де Блазио. В общем, всякие-то послабления. Но, мне кажется, это популизм, и это сильно снизит ценность дипломов, и в частности, дипломов у черных. выпускников, потому что будет видно, а форматив грейдинг не по-настоящему. Посмотреть далее. Хорошо. Да, предположим, вот такой студент на льготных условиях, как оплаты за обучение, мы понимаем, да, существует определенное. Так и в учебе он выпускается. Ну, хорошо, если он выпустился в гуманитарной сфере, и потом ходит с папочкой, как бывший президент Америки межнеблагополучных кварталов. Это, ну, я скажу, это полбеды. А представляю я себе, что такой же выпускник, которого выучил мой собеседник, сегодняшний Дмитрий Гаранин, приходит работать в конкретную сферу деятельности, и, допустим, он идет и получает место, опять же, исходя из вот тех же критериев, на атомной станции. И вот, мягко говоря, недоучка, потом там начинает по каким-то кнопкам. И что мы тогда получим? Это так, я утрирую, наверное, все-таки не идиотно, работы на этих станциях сидят и в первую очередь смотрят на подготовку человека, прежде чем его на работу принять. Но ведь можно дойти до полного абсурда, когда и туда начнут принимать, исходя из каких-то иных критериев. Да, этого следует бояться, конечно. Может произойти полный развал всей системы образования и того, что за ней следует, как вы говорите, да. Но вот я так думаю, что если бы такая ситуация возникла, если она возникнет, то я хочу вот так тихой сапой стараться это саботировать. А как саботировать? По закону. То есть, если они хотят ставить оценки разным расам по-разному, то это очень трудный вопрос, потому что это целая наука, вот это расовая. Есть же специалисты по расовым вопросам, вот там African studies, Hispanic studies, они это лучше знают, чем мы. Есть смешанные расы, а может быть женщинам надо по-другому давать оценки, в общем, тот или каким-нибудь трансжендерам тоже, я не знаю. И я бы сказал в этом случае, что нельзя это все, так сказать, вешать на профессоров, которые знают, как преподавать физику или другой свой предмет. и пусть этим занимается отдел кадров, то есть Human Resources, это их работа, пусть они напрягутся, пусть они сделают свою работу и присвоят каждому студенту какой-то коэффициент, например, белые студенты получают коэффициент 1, вот, Hispanics 1.1, черные там 1.2 и можно различать там мулатов, Hispanics или африканцев и афроамериканс, и также женщины и может быть мусульман, хотя мусульмане неплохо учатся, по-моему. Ну, а азиатам тогда китайцам надо ставить ноль целых по такому шкале и восемь. Да, я об этом думал, но это не пойдет, потому что такая система должна предусматривать отказ от нее, например, черному студенту предлагают расовый коэффициент увеличительный, студент может отказаться и вообще тогда любой должен мочь отказаться, но если азианс получат ноль девять, они не смогут отказаться, то есть это потеряет смысл. я не знаю, как это надо выработать, вот, может быть и азиатам дать один, белым дать один точка один, hispanics один и два, черным один и три, вот, и они должны иметь возможность, конечно, не принять этого, вот, не помножать на расовый коэффициент, и должна быть отражена в дипломе вот это, так сказать, что произошло, кто-то получил оценку согласно affirmative grading, а кто-то без affirmative grading, то есть в дипломе должна стоять звездочка, сноска, что это оценка получена методом affirmative grading, а у кого-то нет, понимаете, это все должно быть честно, и так бы я сказал нашим, что вот давайте делать это правильно, по-хорошему, а не то, что профессора там оценивают расу на глазок и дают какие-то там увеличительные коэффициенты, а потом на профессора поступает жалоба, что он расист, что он не так решил вопрос расовый. Вообще, вот представляете, я вот слушаю это, а в голове у меня следующее, вот какой ужас, что говоря об образовании в нашей стране, да, мы останавливаемся на вопросах, которые к самому как таковому образованию не имеют ровно никакого отношения. Хорошо бы вот спросить у вас, насколько вот в вашем колледже, насколько даже вот в тех же ведущих университетах страны сейчас хорошо что-то преподается, поговорить о том, о тех проблемах, которые реальные проблемы, стоимость обучения, допустим, возможности тех или иных даже талантливых детей учиться там и так далее и тому подобное. Нет, вот мы пусть не думают, что намеренно мы именно вопрос взяли самый, казалось бы, неактуальный, но ведь мы последние месяцы наблюдаем, живя, неважно даже в каких частях Америки, только одно, кто в большей степени отличится вот на фронте вот этого самого великого покаяния, как вы говорили, кто скорее на колено опустится и так далее. То есть не видите ли вы в этом во всем какой-то я бы сказал иронии судьбы, что ли? Ну, конечно, конечно, это ирония судьбы, это ирония. Как можно довести людей до вот такого, до такой степени самой ненависти и самоуничижения, это просто, знаете, трудно поверить. Я сравниваю, вот сейчас я говорю из Германии, между прочим, я гражданин Германии, тут у меня дом, это в Баден-Бадене, вот немцы, например, после войны, когда они узнали вот о всех преступлениях, сделанных фашистской Германией, они, конечно, были в шоке. И все это поколение, оно очень приниженно себя чувствовало, никакого патриотизма не было, они все каялись и никаких флагов там нигде не было. Вот, но это можно понять, потому что это совершенно свежее дело. Вот, и сейчас это уже, ну, постепенно отступает, так сказать, в глубь истории, но то, что вот сейчас происходит, так сказать, с белым мужчиной, вменяются в вину вот какие-то эксцессы колониализма и рабства, это просто уже смешно, конечно, это какая-то ирония просто, как, скажем, сильный человек, белый человек, превратился в слабого, изнеженного, хающегося, то есть, следующий уже шаг будет, так сказать, это cancel, то есть, отменят белого мужчину. Вот, и я очень боюсь. Как вид, да, как человеческий вид, он должен, что, исчезнуть? Ну, к этому идет, я опасаюсь большого холокоста, то есть, если сказать, что вот холокост был вот малый, там, евреев уничтожили, 6 миллионов, то сейчас может гораздо хуже быть, потому что, понимаете, это очень опасно, дело в том, что вообще вот как-то белый человек вырвался в плане культуры, науки, в то время как более древние цивилизации, как вот Индия, там, Китай, они оставались на том же месте на протяжении столетий, а вот Европа вырвалась, и вся вот практически культура, которую мы знаем, и наука, и искусство, это созданно белым мужчиной, и, конечно, это может создавать комплекс неполноценности в людях небелых, и тут может дойти до отмены культуры, а за отменой культуры может последовать отмена ее носителей, вот что я опасаюсь. То есть у вас такие достаточно на будущее взгляды весьма пессимистические, надо заметить. Да, ну, в общем, надо это понять, и как-то в себе боевитость культивировать. То есть нельзя остановиться на колени, хотя вот многие даже русские интеллигенты, которые дольше, чем я, живут в Америке, они уже это все поняли, согласились, и говорят, что вот эта постановка на колени, это вовсе не значит там самоунижение, это просто как бы солидарность, но я против того, чтобы остановиться на колени, потому что ты станешь на колени, а потом тебя кирпичом по голове стукнут и все. Я против. Так сказать, дай палец, откусит всю руку. Ага. То есть, ну-ну-ну, это я хорошо знаю эту цитату. Мы ее не будем приводить, потому что явно будет тогда выглядеть это как? Ну, нехорошо. Давайте скажем, нехорошо будет выглядеть. Да-да, конечно. Мы знаем такую цитату. Хорошо, мы на этом, позвольте, прерваться, но всего лишь на несколько минут. Оставайтесь с нами. я думаю, что мы дадим вам возможность на этот раз и звонить в студию, но я вас убедительно прошу, будьте очень внятными и будьте очень короткими в своих каких-то вопросах, потому что тогда мы сможем больше услышать от нашего замечательного гостя. А пока реклама. Продолжаем нашу программу. Напомню, телефон в студии 847-400-5200 и, похоже, у нас уже есть звонки, если вы не возражаете, Игорь. Да, я не возражаю, только я напомню, что с нами сегодня Дмитрий Гаранин, физик, поэт, профессор Лемон Каладжа. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте, Дмитрий Игорь. Вот по лаконичности человечества на протяжении сотен тысяч лет и пока на этом же месте один вопрос интересует очень. Я в лаконичности 2-3 минуты могу дать ответ на него, но я не буду этого делать. И, кстати, по ряду причин. И, кстати, вот, Дмитрий, к вам такой у вас просьба прокомментировать. На протяжении помножить это все в какие-то степени, сколько это по времени получится, постоянно профессора это ублюдки, из чьих это уст звучит постоянно, профессора это недоношенные, развитые, негодяи, подонки. Если что, а если по поводу вопроса моего, вернее, ответа, можете позвонить на телефон высветившись, поговорим. Спасибо. Случается. Да, я, честно говоря, я внимательно слушал, но вопрос я так не услышал. Вопросы нет. Давайте в следующий звонок примем. Можно стихотворение прочесть. А можно, да, да, да. Давайте насчет профессоров и отмен. Такое. Написано здесь уже. Пока толпа не отменила ей несозвучного меня, и не отправлен я на мыло их революцию кленя. Стакан вином наполню белым, с женою выду на балкон, шашлык заделаю умело, единственное, в чем силен. В багровом отблеске заката салат с тарелок добирай, и пусть безумно и чревато идет компания онлайн. Это то, что нам всем грозит, между прочим. Я знаю историю двух профессоров, которые пострадали. Дмитрий, давайте примем звонок, попробуем, а потом вернемся к истории. Слушаем вас. Да, здравствуйте, хотела сказать, а если неспособные учиться, почему же их надо принимать в университеты? Они могут идти и получать другие специальности, много других специальностей, а выйдут вот такие вот врачи, и инженера, которые не смогут работать на работах. Зачем же их принимать на работу? Пусть идут другие специальности. Спасибо за вопрос. Ну-ка, вот попробуйте, господин профессор, ответить. Почему принимать? Я тоже считаю, что обществу не нужно слишком много интеллигенции, не нужно слишком много образованных, нужны люди для простых работ. Но фактически многие наши студенты, у нас же очень много разных эмигрантов, меньшинств, так сказать, интеллигентов первого поколения, у которых ограничены такие цели. Например, вот нерсинг. Для этого нужно получить диплом. Это не бог ведь что. Это такая профессия, которая нужна, с ней можно жить, с ней не пропадешь, но это не то, что какие-то капитаны производства, понимаете. Или медицинские студенты, они не все идут во врачи, многие просто в аптекаре. Понимаете, это ну это не то, что они профессора все метят. Поэтому я отношусь довольно лояльно, либерально. Если бы я очень строго подходил к нашим студентам, я бы их там заваливал и у меня были бы проблемы, а я кроме преподавания еще занимаюсь научной работой. Я до 2005 года в Германии в разных местах в исследовательских институтах работал и в университетах я занимался исследованием по теоретической физике. Это, я считаю, моя главная работа. А преподавание, ну да, как бы я отрабатываю вот свою зарплату. Ну в общем, так. Да, и кстати, у нас практически каждый может поступить. У нас были какие-то вот пререквизиты для поступления, но их отменили. Практически каждый может поступить и год снижается, я скажу. Питрий, давайте попробуем принять еще звонки, пока они есть. Добрый день, слушаем вас. Меня? Вас, только чуть погромче, если можно. Здравствуйте, здравствуйте. Вы знаете, я вот слушаю многие передачи на радио, и так и хочется сказать, откуда ноги растут у всех этих событий. Более 30 лет продан уже мой адрес, и мне теперь приходят письма, бог знает, от каких только организаций или бизнесов, и в частности, ну, такие юридические организации есть у нас, которые борются и отстаивают Трампа, и вот последний месяц пришло уже два раза письмо с просьбой вот такое дело, помочь убрать из Америки Сороса, отменить его открытое общество, запретить, потому что это их цель Сороса, его компания, Билл Гейтс, а кто еще там не знает, миллиардеров, одурить, отемнить народ, что они сотворили с Европой, и то же самое делают сейчас в Америке, в Израиле, поэтому все понятно, ничего удивительного в том, что так относятся к студентам разным, это ничего удивительного, это задурить голову, затемнить людям мозги, и иметь власть над миром, к сожалению, они к этому идут уже более 50 лет, после того, как Чикаго их сокрушит. ваш монолог прервем на этом, потому что у нас есть и другие звонки, еще звонок есть, что-то, что гость может рассказать. Слушаем вас, ваш вопрос. Здравствуйте, Дмитрий, у меня, я вообще оптимист, но вот вы мне натолкнули на какую мысль по поводу в дальнейшем уничтожения белых. Вот первая проба пера уже состоялась, вот я считаю, ковид-19, вот это вот и есть начало, пробует, как уничтожить белую расу. Я думаю, что у них пока удается, потому что существует в нашем обществе такие же уроды, которые стремятся не к уничтожению, а просто к захвату власти. Хотел бы ваше мнение услышать. Спасибо за вопрос. Ну, насчет ковида сложно сказать, я не думаю, что он был как бы искусственно получен с такой целью, но тогда, когда он возник, возник он вроде бы в Китае в августе, потому что сателлитов видели необычные скопления автомобилей около госпиталей, то есть это можно заключить. Но он предоставил огромный шанс тем, кто хочет сломать капиталистическую систему в Европе, особенно в Америке, это совпало с желанием свергнуть президента. Я вообще считаю, что это такой уникальный шанс у демократической партии, у левых радикалов, вот приближается выбор, это эпидемия, значит, сделать локдаун, и чтобы люди обезумели, чтобы у них агрессия, какая-то особенно у молодежи, вышла наружу. Это уникальный шанс, и они, конечно, должны этим воспользоваться, и они этим воспользуются. Насчет того, что это против белых, эта болезнь, да, так получается, если посмотреть на смертность, но я думаю, что тут дело в том, что она поражает людей с болезнями какими-то уже, и в развитых обществах очень много людей, которых медицина поддерживает, они бы давно умерли в третьем мире, то есть в третьем мире население более здоровое, поэтому вирус не берет его. Кстати, говоря, тут на самом деле, опять же, наша афроамериканская комьюнити считала, что это против них настроено, ну хорошо, мы попробуем понять, да, еще звонок, слушаем вас. Я видел на одном ролике, где показывали демонстрации, как одна черная женщина с очень красивой фигурой держала плакат с надписью, что мы устроим белый в ГАИКе номер 2, а потом шла сноска, что в каком-то году в ГАИКе какой-то император удистолзил все белое население от мало до велика, то есть абсолютно всех. Значит, такой плакатик, видите, имеет место спокойно на улицах Америки. Но я еще хочу сказать одну интересную вещь. Вы знаете, в Метрополитен музее есть отделы, залы культуры всех народов. Это Виталия, Египта, ну и так далее, и так далее. Вы знаете, когда я зашел в залы культуры Африки, я был поражен. Ничего колеса не придумали. Там только какие-то вырезанные скульптуры с определенными увеличенными там вот органами и какие-то там, ну просто ничего, ну просто ничего, не дала многовековая культура. Ну, понятно, хорошо, спасибо за звонок. Дала, не дала, там дело вот в чем, что я так думаю, по крайней мере, могу вот что сказать, что внутри своей цивилизации африканской там все довольно гармонично, и там есть культура, которая присуща тем народам там живущим, и она по-своему интересна, и вполне себе представляет интерес для, в том числе для ученых, как я думаю. Другой вопрос, когда она выходит за пределы континента, тут уже, наверное, сложно ее сопоставлять, потому что там те критерии, которые европейская цивилизация выработала, они как-то мало подходят под то, о чем вы говорите. Как вы думаете? Кстати, насчет вот уничтожения белых на Гаити, я знаю, это правда, и этим занимался диктатор Дювалье, который был черный, и он пришел к власти путем обмана, подтасовки, а наиболее популярный кандидат Дежуа, он отказался принимать какие-то меры против Дювалье, так сказать, устранился, и вот такая трагедия произошла, и Дювалье действительно, там было очень смешанное население, белые там, мулаты, черные, и индийцы, вот он действительно уничтожал белых, и индийцев, и прочих, это верно. Так, к чему это пришло, мы знаем, привело, мы знаем. да. У нас есть звонки, Сергей? Да, алло, добрый день, добрый день, да, вот вы знаете, я вас хочу, ваше мнение спросить, вот мы с вами говорим, белых, белых уничтожить, ну я не знаю, мы говорим об интеллигентах, рефлексирующих, а как насчет Белой Америки, вот мы, я ездила по этим штатам, вот эти здоровенные белые дядьки на тракторах, вот эти мужики на мотоциклах, вот эти вот, мне трудно их представить, что он стоит на коленях, и лобзает ботинок какого-то ублюдка, вот как насчет них, вот что они будут делать, у них у всех куча оружия, они все здоровенные, примитивные, скажем так, мужики, и мне очень трудно представить их в этой роли, которые пойдут как бараны на заклание, тот же дикий запад, вот эти ковбои, вот как они будут себя вести в этой ситуации? Спасибо. Я считаю, что в Америке единственная надежда это вот на простых людей, вот именно на этих, а интеллигенция это пропащее дело. Дело в том, что интеллигенции вообще нельзя давать слишком много власти, слишком много воли, потому что они вот идейные, и они ради этих идей хороших, как они считают, они готовы кровь пролить. И вообще интеллигенция и творческая интеллигенция, они естественным образом склоняются к социализму, потому что они не могут продать продукты своего труда, и им хочется, чтобы государство им оплачивало. Но правда они не думают, что как только будет социализм, то им будут говорить, какие писать стихи, какие картины рисовать, а часть просто в тюрьму посадят. Вот так что они естественно склоняются к социализму, и сейчас уже как бы это дело проигранное, потому что везде вот во всех университетах, в школах, там везде левые, а вот люди простые, они не замуренные всем этим, поэтому на них у меня лично надежда. То есть они не дадут себя в обиду, я тоже так думаю, но у нас есть звонки, может и другие мнения, слушаем вас, добрый день. Алло, здрасте. Вот обратимся к историческому персонажу, кстати, президенту Аврааму Леденкову, царства Он сказал, белые никогда не живутся с черными. Никогда. Это во-первых, элементарный пример Южная Африка. Все, далеко не надо ходить. Хорошо. Реплика ваша, да. Есть, Сереж? Я не знаю, у меня нет такого опыта жизни с черными. В принципе, я по складу интернационалист, я так считаю, что должны уживаться. Конечно, там есть разная культура, но если вот эти черные, они окончили те же школы, вот, и они хотят работать, то я считаю, там не должно быть больших проблем. Это в большей степени, конечно, все искусственно нагнетаемо. Все прекрасно может быть организовано и гармония жизненная может быть при определенных условиях, если не будут те, кто стоит за вот всевозможными мародерами и так далее. У нас есть звонок, попробуем принять. Добрый день. Здравствуйте, это... Алло, здравствуйте, это Алекс с Брайтон-Бич. Вот, не первый раз уже говорят все к социализму, социализму, но упускают важный момент. Они все, никто из них не призывает социализировать бизнесы. То есть, под прикрытием социализма это фашизм. К фашизму они не могут этого сказать, да, потому что они хотят распределять то, что бизнесы делают, а это фашистский строй. Спасибо. Спасибо за вашу реплику. Да, но я вообще думаю, что да, действительно, в чем отличие между социализмом, классическим и фашизмом. При социализме государство осуществляет полный контроль над всем, нет никаких частных бизнесов, а при фашизме они есть. То есть, фашизм, он мягче, чем социализм. Ну, скажем, итальянский фашизм, если там нет национальной компоненты, как в германском. Да, ну, дело в том, что да, слово фашизм, оно ругательное, поэтому лучше социалисты. Хорошо, мы послушаем ваш звонок. Добрый день, говорите. Я вообще, знаете, я вообще вот задался вопросом, если черное население Америки так, так сказать, считает, что белые лучше живут или у них там какие-то привилегии, почему, в принципе, они не хотят стать в каком-то поколении белыми? Я вспомнил, что, например, в Австралии где-то до 70-х годов прошлого столетия насильствую образом, так сказать, забирали детей у черных и потом они через поколение становились, в общем-то, белыми. Они должны были выходить замуж или там иметь детей только от белых. Я удивляюсь, почему белые не хотят, что они так гордятся своей, своим цветом кожи. Ну-ну-ну, это, извините, это такая практика вообще-то все-таки в 21 веке. Нет, я понимаю, это насильник. Но они же могут сделать это не насильцем, добровольно. Они же могут это сделать добровольно. Нет, они прекрасно должны существовать и при своем цвете, и в своем теле. Нет проблем. Дело в том, что, когда говорят, что в Америке существует системный расизм, это вранье большое. Мы живем здесь и не один год, и мы прекрасно видим, что происходит. Дело в том, что есть, да, существует и расизм, антисемитизм, все, что угодно, но это на бытовом уровне. И это не затрагивает все институты наши, общественные и какие угодно другие. И каждый случай теперь вызывает очень большое противодействие и прочее. О чем мы можем говорить? Но, опять же, выгодно тем, кто стоит за всем этим, кто, как говорится, кукловодит всеми беспорядками и так далее, говорить, что наше общество больно, наше общество российское, у нас много несправедливости и так далее, так далее. Наверное, и в колледжах, вот там, где вы работаете, Дмитрий, тоже эти темы возникают как наверняка более там, где изучают так называемые гуманитарные науки. Правда? Да, особенно в передовых университетах, как Принстон или Ейл. У нас это, у нас все более прагматично, слава Богу. Иначе меня съели давно. Моими взглядами. Чтобы вас не съели, и все-таки, да, у нас звонок, ну, попробуем принять. Не дождался, радио слушать. А? Не дождался. Не дождался. Ну, хорошо. Все-таки вопрос, как вы видите, каким образом можно вот все-таки уравновесить происходящее в системе образования? Ну, чтобы с одной стороны активисты не забили все и вся, а с другой все-таки, чтобы, ну, как-то мы передовые позиции сохраняли. Что можно для этого сделать? Что нужно? Ну, я считаю, что должно быть все-таки гражданское мужество проявлено профессорами, теми, которые, вот, консервативные, их меньшинство, их могут съесть. Но нужно мобилизовать адвокатов. Дело в том, что у профессоров, вот, у них же, у большинства постоянные позиции, тенюр, их не могут выгнать. Им могут выкручивать руки, их могут отстранить, скажем, от работы, как вот этого Гордона Клайна, в университете Калифорнии, Лос-Анджелес, за то, что он отказался дать поблажки черным студентам, вот эта вот история известная. Но его не могут выгнать. А вот другой профессор, который недавно застрелился, Майк Адамс из Норс-Каролайна, вот, его уговорили пойти на пенсию в 55 лет. Ему выплатили полмиллиона долларов, и я считаю, что зря он ушел, наверное, полмиллиона может не хватить ему, чтобы прожить. Хотя, бог его знает, если он их вложит хорошо, то с процентов может и жить. В общем, мне это кажется сомнительным, что он не стал себя толкнуть. Вот, кстати, вот был у нас спор в соцсетях, вот, относительно вот его самоубийства, но это уже факт свершившийся, но кто-то сказал, а какого черта, что вы так переживаете? Ну, ему же дали эти откупные, но, во-первых, человеку все равно всю биографию взяли и под откос спустили, то есть его вынудили буквально силой уйти, это раз, а во-вторых, не все же деньгами измеряется. Остаться в 55 лет не у дел и в общем-то для любого человека это очень печально и кто-то не выдерживает такого. Вот из принципа он должен был не соглашаться на это, но мне это непонятно, потому что это профессор, он, так сказать, закаленный боец, он написал книгу, в которой высмеивал феминисток, вот, он выражал свое мнение на протяжении лет, это не то, что новичок, который случайно что-то написал, он не готов к борьбе, такое тоже есть, но этот был как бы уже опытным, как удалось его убрать, я не знаю, то есть я бы из принципа вот, если он хочет бороться, никогда бы не ушел. Ну, это вы, и слава богу, что есть такие, как вы, но вот все же преобладание либеральной профессуры, оно явно заметно, и очень это тоже, на мой взгляд, негативно сказывается, потому что противодействовать мейнстриму, противодействовать трендам современным практически невозможно. я тоже так считаю, и решение проблемы должно нацеливаться на носителей, я не думаю, что их можно переубедить, и выгнать их нельзя, потому что у них постоянные позиции, это люди, которые были радикалами, молодыми в 60-е годы, сейчас они пришли к власти, но я бы как-то постарался просто сократить вот это образование в гуманитарных областях, сильно-сильно сократить, чтобы не выпускали так много вот этих гуманитарных выпускников, которые не могут найти никакое рабочее место, и я думаю, что их много вот в этих общественных организациях, левых, у которых бюджет от Сороса, и, кстати, Обама их наплодил за 80-е годы, очень много, и он даже давал государственные деньги. К сожалению, я должен вас прервать на этой ноте, но этот вопрос очень такой животрепещущий, я думаю, что мы с вами его продолжим, будь то на Народной, будь то в ТВ-клубе Континент, а пока спасибо вам, а всем, кто слушал, доброго дня, и до новых встреч. Спасибо, Игорь, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok